И выкладываем котлетки на наш гриль. Так, выкладываем. Все, готовим весь масло. Очень хорошо готовится. Так, выкладываем котлеты. В Иркутской области сегодня минус 42! Обалдеть! Ничего себе, минус 42! Холодно! Зима пришла. А вы представляете, скоро Новый год, уже 22 число. Я в шоке. Как время летит? Неделя до Нового года! Неделя! Я в шоке. Как быстро. Так, тесто. Виталик, доброе утро. Вы сегодня такой пример для меня. Я встала с такой дикой головной болью. Но тренировки в абонементе... Так, на тренировку в абонементе... На тренировку в абонементе. Выпила воды, кофе и вперед. А когда вы делали через боль, вы пример. Вот я согласен, кстати. Вот сегодня... Ну, вы просто не знаете, у нас проходят закрытые платные прямые эфиры в абонементе. Сегодня был прямой эфир. Я повредил колено прямо в прямом эфире. Хотел уже уйти. Ну, думаю, ладно, пусть Рита сама одна сделает. И через боль все это было видно. Я это все делал, естественно. Преодолел себя. И организм мобилизировался. И на какое-то время... Естественно, кровь под большим давлением была. Естественно, обогащенная кислородом. Вот. Это прям вот лечение. Самолечение. Вот что значит тренировки. Жиросжигающие, но продуманные на основе ЛФК. Сто процентов. В Якутске минус 50. Да ну нахрен. Офигеть. А я бы прикололся, посмотрел бы, что это такое 50. А как там вообще минус 50? Вот покажу. Я и сейчас вот у меня наколенник. То есть, я не знаю, видно, нет. Прямо в прямом эфире, я говорю, вылетело у меня колено. Но я через боль хромал, но я сделал. И знаете, вот чувствую себя прям вот победителем на самом деле. Молодец. Не заныл. Сделал. Вот это, как сказать, это вот, ну, называется, наверное, чемпионский характер. Вот он или есть, или его нет. Приезжайте в гости в Якутию. Спасибо. Лучше вы к нам. Да, 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 у нас потеплее будет. Что такое абонемент, который стартует 3 января? Да, у нас сейчас он идет, но сейчас уже попасть нельзя, вы опоздали. Сейчас набор последний день, 3 января мы набираем. Преворачиваем наши котлетки, потому что запаха жарена. Сейчас мы занимаемся, естественно. Но к нам попасть уже нельзя до Нового года. Нет такой возможности, ни за какие деньги. А вот 3 января сегодня попасть можно. Завтра мы закрываем набор, мы его потом откроем, опять, не переживайте, другая будет цена. Смотрите, какая красота получается. Машина все замерзает на ходу, птички в лесу замерзают. Нифига себе, птички замерзают. Это же как в сказке. Ходит такой Дед Мороз их всех замораживает. Как так. Лучше бы не говорила. Мы очень животных любим, прям сердце обливается, птички как-то, птички замерзают. Бедненькие, да? Что делать? А мы сейчас достаем противень. Смотрите, котлетки у нас уже готовятся. На противень я сейчас положу силиконовый коврик. Положи силиконовый коврик. Положу силиконовый коврик. У меня целый ящик с силиконовыми ковриками. С силиконовыми всякими штуками. Что за мясо в котлетах? У меня там индейка. Индейка, порезанная на кусочки. То есть она не перемолотая, а на кусочками порезанная. Лук. Вот помнишь, ты мне вчера помогал готовить? Так, берем силиконовый коврик. Выкладываем его. Это идеальное вообще приспособление. Так, наши котлетки, мне кажется, уже практически готовы. Быстро очень готовятся. Сейчас я тогда, да. Я тогда сейчас буду выключать гриль, и ты мне его поможешь быстренько помыть. И следующую партию доделаем. Давай-давай, я помою, конечно. Так, сейчас я соберу котлетки. Ну, кони котлетки получились. У нас в Красноярске сегодня ночью было минус 43. Офигеть, машина замерзла и не завелась. Техника даже не выдерживает, а вы там живете. Вы понимаете, насколько вы героинческие люди? Я не шучу. Давай я уберу так кусочки. Вот техника не выдерживает. Представляете, техника, машина не заводится, техника не выдерживает. А люди выдерживают и живут. Представляете, насколько удивительный организм человека на самом деле. Себя жалеть нельзя. Вот пожалел бы я себя сейчас, и что дальше? Ну, поймал бы слабину, валялся бы на диване, ныл бы, говорил, Рита, мне плохо, помоги мне. Помогите, помогите. Вот тесто липкое, но, пока что, чем оно будет мягче. А что это такое, это чем-то так? Потому что это после мяса там. Не может быть. Нет, смотри. Ну что такое? Странно. Очень странно. Почему ничего такого не готовят? Никто к нам не приходил, не готовил? Ночью барабашки никакой не было? Нет, я не знаю, что такое жалко. Так, выкладываем тесто. Вот такие лодочки. Внутрь мы положим яйцо. Почему темно? Ну, это вот так вот камера почему-то передает, потому что солнце светит очень сильно. Очень сильно. Очень сильно солнце светит. Прям вот очень. На самом деле, видите, камера не так. Так, в Таиланде минус 9, замерзли 15 человек. Да ладно. В России минус 35, замерз автобус, иду пешком. А, это пословица, я понял. В Таиланде не бывает такого минуса, в принципе. Я и думаю, в смысле, да? Ой, какой солнце у нас. Смотрите, как здорово. Камера не передает, как будто темно. На самом деле, очень солнечно. Солнечно-морозно. Уникальное. Природное явление. Звезда под названием солнце. Иди на место. Давай, давай, давай на место. Хоп, прилетел. Молодец. Сел. Молодец. Телефон сел. Сделаем лодочки. С яйцом они будут у нас. Ой, а у нас садится звук. А почему? Давай другую возьмем. Давай. Так, вот тут, вот в первом ящике. Странно очень, да? Так, лодочки, 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 лодочки делаем. Выкладываем наше тесто. Лодочки могут быть абсолютно любого размера. По желанию, да? Можно сделать побольше, можно сделать поменьше. Я гриль уже включила. Мы его заново нагреваем. И буду продолжать делать котлетки. У меня, наверное, помыл после первого раза гриль. Сейчас он опять нагреется. И буду доделывать остальные котлетки. Вот такие они прикольные, интересные получаются. Лодочки. Сейчас мы будем отправлять в духовку. И потом буду выливать яйцо сверху на них. Вот такие лодочки с яйцом интересные. Так. Можно ложкой, можно руками. Просто к рукам слишком липнет тесто. И чтобы постоянно не мочить руки, не бегать. Я решила ложкой тесто выкладывать. Так тоже очень удобно. А зачем закрыла? Надо так? Что? Ну, гриль. А, все. Да. Чем вы заполняете лодочки? Лодочки, вот смотрите. Вообще, можно просто яйцом. Но я решила поэкспериментировать. Я добавлю немного творожного сыра. Может добавить обычный сыр. Я не перебью. Стой. Ну, встань. Смотри. Вот ты сейчас в морковного цвета таком костюмчике. И солнце светит. И ты такая морковная. Это, я не знаю, на камере не так. Передает супер просто. Класс. Давай, я рассказываю про лодочки. Да, про лодочки. И дальше выложу сыр, а сверху яйцо положу. У меня была идея еще добавить красную рыбу. У тебя как вообще? Мне кажется, интересно будет. Чтобы не просто яйцо с лодочкой, а еще туда под сыр положить красную рыбу. Будет интересно. Всегда какие-то идеи приходят, что-нибудь поэкспериментировать. Так, выкладываем котлетки оставшиеся. Так. Смотрите, без масла. Все быстро, все просто. И у нас сегодня с вами штрудель будем готовить. Яблочный. Так, выложили тесто. Все, остатки наших котлеток. Сейчас накрою гриль. Рита, гений. Спасибо. Так. Все, доделываем наши лодочки. Лодочки. Видите, одна у меня побольше получится, а другие чуть-чуть поменьше. То есть, они могут быть, я говорю, абсолютно любого размера. Так, пожелать. Очень нужна эта крошка. Да нет. Так, выкладываем. Смешно. Смотрите, какая красота получается. Сверху еще помажем желтком, чтобы корочка красивая была. Так, отлично. Можно руками формировать. А что ты мне не даешь задание сегодня? А мы еще не начали. Ну, то есть, мне видишь, показали, ты поможешь мне салатики поделать. Сейчас, да. Я не могу без дела. Сейчас я тебе, да. Не переживай. Сейчас мы это будем отправлять в духовку. Буквально, там, ненадолго, да, ну, минут на 7, чтобы тесто схватилось, и потом будем уже выливать, ну, потом делать начинку для них, потому что, ну, чтобы яйцо было такое. Короче, на 5-7 минут отправим в духовку лодочки, и потом выложим начинку, да. А из чего тесто лодочек? А я при вас делаю, я добавила яйца, два яйца, творог обезжиренной и пару ложек зеленой гречки. Ты такая красивая. Ты такая красивая. Красиво. Ну, если, что основа, тут творог и яйца. Ну, вот, и буквально совсем немножко муки из зеленой гречки. Так. Все, мы сейчас это отправим в духовку готовиться. Так, постараемся поровнее это все сделать. Видите, что-то я первую какую-то большую слишком сделала. Ну, это типа, типа по-аджарски, да? Ну, типа того, да. Так. Вот, она просто у нас будет побольше такая. Там все шипит. Да, да, да. Все, мы сейчас... О, точно, переворачиваем. Давай я переверну. Точно? Конечно. Надо прям побыстрее. Давай, аккуратненько. Просто перевернуть, да? Да. Успели, да? Успели. Класс. Так. Смотрите, это мы сейчас будем отправлять в духовку, буквально на 5-7 минут. Тесто чуть хватит. Какие красивые. Слушай, я сейчас прям покажу. Можно? Да. Это надо показать. Это произведение искусства. Так, у нас разные лодочки еще получились. Их мы сейчас отправим в духовку. Красота. Класс. Рубленые котлетки из индейки. Сыр там, яйца. Смотрите, вот это я сейчас отправлю в духовку. Там вот сверху сыр, яйца. И я думаю, красную рыбку еще туда добавим. Отправляем. Он сейчас включится. Так. Трошки сполосну. И будем делать с вами сейчас салатики, штрудель. Вот, кстати, вот можешь уже помогать, наверное, да? Что? Давай. Давай салатик сделаешь. Сейчас, подожди. Так. Так, я пока вы тру доску. Подготовлю тебя для салатиков. Так. Один салатик у нас будет хурма-яблоко. И помидорки. Это вот один салат. И красный лук сейчас еще достану. А другой салат, это будет болгарский перец с помидорки. Да, что-то у нас вчера закончились огурчики. Ничего страшного. Так, мне что делать? Резать. Можешь помогать резать салатики. Ой, все, мне кажется, котлетки пора выключать. Очень вкусно. Выключай, да. Да. А, пусть лежат. Думаешь? Да. Хорошо. Так. Берем, пока Виталик будет помогать мне резать салат. А ты где будешь стоять? Сейчас покажу. Сейчас встану куда-нибудь. Так. Так, ты будешь резать салат. Один будешь сюда резать, да? Это будут яблочки и хурма. Так. А другой салат, помидоры, болгарский перец вот сюда. Я буду готовить штрудель. Я буду тут стоять, наверное. А что ты будешь делать? Раскладывать лаваш. Намазывать его творогом. Положу туда яблоки, порежу. Яблоки. Кстати, вот как ты думаешь? Как ты бы хотел? Смотри, я буду делать штрудель. Ты не скажешь, что мне делать? Порежь вот это сначала. Яблочки, хурма, помидоры. Это вот на эту тарелушку, да, как-нибудь красиво. Вот как бы ты посчитал нужным красиво это нарезать. Не знаю. Насчет красоты не знаю. Смешно. Ты скажи, как надо, я сделаю. Красиво. Думаешь, здесь ты, понимаешь? Это твоя вотчина. Ты мне что скажешь, что я ей буду делать? Я тебе скажу, как сочетается вкус. Я только вырежу всякие там косточки. Так, берем лист лаваша. Это для того, чтобы что? Вот это куда? Ты на салатик будет. Хурма и яблоки салат. Просто салат? Это салат яблоки, хурма, помидоры, красный лук, сыр. Так. Угу. Такой вот салатик, да, интересный. А мы тем временем с вами приготовим штрудель яблочный. Там будет яблоко и я вот думаю, банан добавить тебе или нет? Добавить, конечно. Все, слушай, нет. Не, мало ли просто. Я же помню, как-то тебе не очень нравился запеченый банан. Один, давно как-то давно. Да, слушай, я не помню, тогда подожди, если не нравился, может мне. Но он тебе в печенье, как ты помнишь, давно овсяное печенье мы делали и там банан и они тебе как будто кусочки попадались запеченные и ты говоришь, тебе не нравилось. А я знаю, как мы сейчас сделаем, тоже понравится. Мы сделаем из банана пюре и намажем вот так вот банановую, такой прослойкой, будет огонь. Потому что я так, ну, крошу, вот классно, все. Тоже только что придумала. Смотрите, мы возьмем банан, сейчас я его порежу. Из банана сделаем... Давай я порежу. Я буду не резать, я буду делать мяч вилкой, да, то есть это будет пюре банановое. То есть банан разомнем вилкой и это будет такая прослойка, да, то есть это будет творожный сыр, наверное, банан. Дальше яблочки порежем, добавим рикотту и завернем наш штрудель. Я всегда что-нибудь нового придумываю, но я уверена, что это будет бомба. Ну, по-другому не может быть. У тебя не бывает по-другому. Да, интересное сочетание. Если ты отвлекаешься, ты можешь сжечь, я помню. Было такое, да? Такое небо красиво вообще. Вот это все сюда, да? Да. Салатик. Так, банан я почистила, сейчас я буду делать банан. Подожди, яблоки с помидорами, точно? Яблоки, помидоры, хурма. Хорошо, как скажешь. Да. То есть яблоки и помидоры в одно место? Да. Ну ладно. Так, берем банан. Банан. Я его сейчас буду разминать вилкой. Так, разминаем вилочки, это получается такое банановое пюре. Точно сюда? Ну да. Сладко. Сюда, лук, чеснок, хурма. Серьезно? Серьезно? Вот ты попробуешь. Интересно. Это первый раз такое. То есть хурма, яблоко, лук, помидор, да? А чеснок? Нет. Точно? Интересно. Прямо даже, прям очень интересно. Он, кстати, там будет оливковое масло купить. Так, кто у нас, девочки с марафона, кстати, сегодня закрытый прямой эфир по общению с вами. Да, девочки, обязательно. Мы предупредим заранее во сколько. Да, мы хотим с Сашей провести. У Саши там, расскажем, что у Саши. У нее там все сложно, на самом деле, серьезные анализы ей назначили. Сейчас она на диете специальной. В общем, все расскажет сама. Надеемся, что у нее все будет хорошо. Так, да, в общем, прям держим. Послушайте, что она там. Вообще, мы сегодня, мы должны 12 уехать в час. Так, смотри, это я порезал. Отлично. Ну, нужна тебе? Нужна. Ну, а теперь помидорки в другой тарелочке Порез, да. Хорошо. Супер, красиво. Так, банан, смотрите, у нас получилось пюре с бананом. Кстати, с оттеней куверовым, пока нам сегодня не пригодится. О, так. Ой, у меня лодочки, походу. У меня лодочки еще чуть-чуть погодят там. Такс. Так, что же. Это тоже туда или нет? Это нет, это уже вот сюда. Ага. Так. Подожди, мне сейчас быстренько порежу. Давай, давай, давай. Я уже... Не, не, мне надо посмотреть, видно тебя вообще или нет. А хорошо, все равно сейчас тогда сюда перемещусь, чтобы ничего не извозюкать. Смотри, я сейчас... Ну, как быстро, помогаешь мне все делать. Так. Сейчас, секундочку, пока открою. Посмотрю, чтобы тебя видно было. Ты скажи, где ты будешь стоять. Давай, я буду посерединке вот здесь. Так. Сюда переместилась. Чтобы, ну, если вдруг запачкается, чтобы... Слушай, за солнце, как ни странно, у нас-то... Давай, знаешь, что, может, я закрою и жалюзи? Давай. Так, смотрите, что мы делаем. Берем творожный сыр. Намазываем его на лаваш. Намазываем творожный сыр на лаваш. Потом будем выкладывать сверху банан. Размятый вилкой. Дальше добавим нарезанные яблочки. Добавим орешки. И немного рикотте лайт. Вот, вкусно. Так, намазываем творожный сыр. Так, отлично. Вот сюда, в серединку. Так, сейчас можно взять даже ложечку. А вот, может, даже вилочки, кстати, да. Можно этой вилочкой, будет удобнее. Сейчас покажу, как. Ведь творожный сыр намазываем в серединку. Дальше. Выкладывать будем банан. Банан-вапюре, который мы с вами только что и сделали. Размяли просто банан вилкой. Правильно? И сейчас его мы просто будем намазывать на лаваш. Отлично. Так, тарелочку пока освобождаем. Так, вроде лучше, да? Да, да. А почему-то еще на остало. А я выключил? А, все понятно. Так, смотрите, банан, который мы размяли вилкой, мы его намазываем тонким ровным слоем на лаваш. То есть творожный сыр идет, банан. Дальше будем выкладывать яблочко порезанное. О, кстати, если ты порезешь мне попозже яблочко, то будет круто. Да, ты сейчас помидорки порежешь, перчик. Так, смотрите, тонким слоем выкладываем наш банан. О, кстати, можно добавить еще арахисовую пасту, тоже будет интересно. Так, смотрите, потом будем выкладывать яблоки. Но начинка может быть абсолютно любая, то есть вообще по желанию. Вот это, ну, как бы, можно использовать просто яблоки, можно использовать ягоды, можно использовать любые фрукты, которые вам нравятся абсолютно, да? То есть, ну, будет интересно всегда вкус менять, да? То есть что это будет вишня, что черника, черная смородина, голубика, малина, клубника. Все, что угодно, все, что вам нравится, сюда можно завернуть, и будет очень интересный вкус. Разбавлять орешки, орешки можно добавлять, тоже очень вкусно получается. А данность, это готовится, все очень просто. Яблочко. А, где он? А, где он? А, вот, да, может, вот это квадратиками. Ну, да, вот, примерно такими. Вот, значит, все-то выложено, отлично. Ой, мне попалось. Так, мы и хачапури, или как они называются? Лодочки. Лодочки. Лодочки, лодочки. А, в принципе, их можно уже сейчас доставать, и будем выкладывать начинку. Но это уже после того, как я заверну наш лаваш. Я яблочный штрудер. Так, добавим туда немного орешков. Орешки тоже, может быть, абсолютно любые, те, которые вам нравятся, это по желанию. Грецкий фундук, миндаль, да. О, может добавить еще немного кураги, кстати, это тоже очень вкусно получается. Яблоко сочетание с курагой. Это тебе курага? Да, то мы сюда вот будем. Пойдет. Очень интересно. Так, сейчас я возьму немного миндаля. Миндаль? Миндаль, да. Отлично. Все, посыпаем орешками, орешков немного добавим. Добавим яблочко, добавим немного кураги. Сейчас я его помою, порежу, тоже добавим. Смотрите, как быстро все у нас приготовлено. Так, вот это я тебе порезал. Спасибо большое. Посмотрите. Смотришь, какой помощник. Сейчас срочно, пока не остыл дрель, его мыть. Да, да, да. Иначе его прийти мыть. Давай, давай. Так, курагу помоем обязательно. И сейчас будем добавлять к нашей начинке. Так, котлетки надо просто убрать. Давай я их уберу. Давай. Так. Котлетки наши убираем. Они у нас прораппеклись отлично. Очень вкусные получаются. Я там пока посуду помою быстренько. Давай, давай, давай. Котлетки убрали. Так, все, котлетки убрали. Сейчас Виталик быстро помоет гриль. Выкладываем наши яблочки, нашу начинку. Тут у нас творожный сыр, яблоки. Добавим немного кураги. Яблочко, наверное, еще одно добавлю. Все это будем заворачивать в наш яблочный штрудель. Он очень вкусный получается, просто нереально. Курагу нарезаем на кусочки. У меня тут уже салатики готовы. Вижу. Я попробую. А, нет. Это просто, это как пупсик. Еда попадает в рот, все. Не отнять. Да. Поэтому лучше до еды не пробовать еду. Так. Добавляем курагу. Кстати, можно, знаешь что? Что? Там продается в уборке вот такой вот рифленый сюда. А, я себе езжу нифига. Интересно. Добавляем грецкий орех немножко. Добавим немного фундука. Это по желанию, да? То есть, можно просто сделать с яблоком. Кому как нравится. Идеально. Супер, да. Идеально чистый гриль за секунду просто. Так. Добавляем орешки. И, так, что я хотела еще добавить? А! И теперь добавляем рикотта лайт еще. Можно это использовать творог обезжиренный, мягкий, да? То есть, у меня просто закончился, используем рикотта лайт. Так. Можно обычный творог, да? То есть, ну, любой творог, да? То есть, это вот в качестве начинки тоже можно использовать. Так. Выкладываем. Сейчас это все выложим и будем заворачивать наш рулетик. Будет очень вкусно. И сверху еще нужно намажить обязательно яйцом, чтобы корочка была. И самое прикольное, то, что ты вот делаешь, да, без отрыва от производства, грубо говоря. А тут уже посуда помыта. Вообще супер! Грильчистый класс! Супер! Так. И даже на место, смотри, ложки сами на место прыгнули, тарелочки на место прыгнули. Это просто идеально. Так, что надо еще добавить, что? Так, что-то идет. Давай, давай. Я не могу без дела. Ты же знаешь. Сейчас. Я полстрелки заведенный. Поотвечай, может, на какие-то пока вопросики, потому что сейчас я это заверну, достану лодочки. То есть, на лодочке сделаю яйца. Так, отвечай на вопросы. Да вот, да вот, может, какие-то вопросики появились. Вообще, я сразу обычно, когда готовлю, я готовлю сразу два. Молодец, Виталий, отличный помощник. Да, я подмастерию. У меня вот, вот моя главная звезда, вот мой шеф-повар. Вот моя звезда, моя королева. Вот. Обычно я сразу несколько таких готовлю, потому что он очень вкусный получается. Ребят, у меня сейчас истерика, хочу оплатить абонемент с польской карточки. Не проходит плачет. Скажите, кто знает. Напишите администратору, вам помогут. У нас администраторы грамотные. Должно все пройти. Так, что еще? Я говорю. Вот, вот мне вот этот комментарий нравится. Что? Подкаблучник. Смотри, я тебе объясню. Это зашел какой-то парень, какой-то парень. Смотри, я не подкаблучник. Не могу быть под каблуком, потому что Рита не ходит на каблуках. У нее была сломана спина. Есть какие-то ограничения. Я подкроссовочник. Она в кроссовках ходит. Я подкроссовочник. Я вот, знаешь, вот так вот. А она мне давит кроссовки. Я не подкаблучник. Точно нет. Я подкроссовочник. Да? Да. И тебе советую. Тебе советую показывать свою силу. На улице работников на место ставить. Еще что-то. А вот здесь главная жена. Тебе очень советую. Так. Два яйца берем. Два яйца берем. Добавляем немного молока. Добавлю немного сахарозаменителя. Все это взбиваю. А немножко добавляем без спешки. И буду заливать, да, наш штрудель вот такой жидкостью. Да? То есть два яйца, кокосовое молоко, сахарозаменитель. Все это заливаем наш штрудель. Так. И отправлю в духовку. Отправлю в духовку, и он покроется такой... А духовочка-то у нас? В духовке у нас лодочки. И мы сейчас, да, достанем и положим начинку туда. Это будет сыр, красная рыба и яйца. Вот. Так, всем вот этим вот делом мы заливаем наш лаваш. У меня тоже есть подкроссовочник, написала Анжелика. Супер! У тебя идеальное отношение, стопроцентно. Так. Все это заливаем. И тоже потом отправим в духовку. Добрый день, мои дорогие. Желаю в преддверии Нового года всего самого хорошего и доброго. И вам того же, самого наилучшего, какое только может быть в вашей жизни, по вашему сценарию. Так. Берем противень. Давай, может, я возьму? Блин, прикинь, нам скоро выходить. Так. И сейчас, что мы с вами будем делать? Будем класть кусочек сыра внутрь. Кладем кусочек сыра. Смотрите, какие дырочки в сыр. Да. Сыр кто-то погрыз. Мышка какая-то. Так. Начинка у нас идет. Кусочек сыра. Кусочек сыра. Дальше. То есть, его как подложка такая. Подложка, я понял. Спасибо вам за марафон. Меню и тренировки супер. Это тебе за меню. Спасибо большое. Спасибо, я рада, что вам всем нравится. Так, кусочек сыра. Дальше. Я предлагаю кусочек рыбки и яйцо. Вот такой. Кусочек рыбки. Кусочек рыбки. Кусочек рыбки. Кусочек рыбки. Кусочек рыбки отрезаем и кладем внутрь. Как вы друг другу называете нежненько. По-разному. Я иногда называю Риту пончик. Потому что она мой пончик. Так. Кусочек рыбы буквально парочку. Что добавила штрудель в молоко? Молоко и кокосовое молоко и яйцо. Да, взбила с сахарозаменителем и залила на штрудель. Да, чтобы он еще больше пропитался и покрылся корочкой от яйца. Так, будет жиротов. Так, будет жиротов. Так. Сегодня вот заканчиваем набор в абонемент 3 января, который начинается. Но мы потом откроем его опять. Откроем на 2 дня. Только другая цена будет. И завтра начнем продавать жиротоп. Растопишер. Давай я сделаю. Точно? Точно. Ой, смотри, какая красота. Давай я. Я первый раз в марафоне очень жалею, что раньше не пошла. Очень нравится. Спасибо большое. Спасибо большое. Точно ты? У меня тоже дома подкроссовочник. Когда я занимаюсь вечером упражнениями, он встает со мной со своего дивана и идет вместе заниматься. Класс! Класс! Да. Давай. Аккуратно выливай яйцом. Давай. И еще мы сейчас сверху, вот сюда, вот сюда, другой сюда, ну то есть 3 яйца. Можно чуть-чуть переделать, он так сделан, может вылиться. Аккуратненько делим. Так, смотрите, и так, где чеснок? Я бы добавила еще чеснока сверху, да, будет интересно, очень аромат вкусный. Так вот, а вот чеснок все. Точно не развалится какие-нибудь такие. Ну ты же сам помогает. Нет, я имею ввиду сами штуки вот эти, лодочки сами. Они уже запеклись, они уже не развалятся. Вот же маленький сделал, смотри. Ну что надо, я шокосу в середину. Нет, Рит, это, ты маленькую лодочку сделал. Ну, столько теста осталось. Ну. Так ты сам, саму сложную выброс, как бы, сделай бы вот это вот. Я люблю сложности, сложность моя вторая идея. Вот именно. Так. Яйцо еще, да? Да, еще вот два яйца сюда. Вот яйца, да. И еще мы добавим немного чеснока. Блин, Рита. Да что ты. Я тебе научу. Ну, я не знаю, может я так не могу. Объясняю. Смотри, если вдруг. Давай вот, может ты возьмешь камер, покажешь даже? На, смотри, дайте я вам покажу. Давай. Сейчас я попробую приблизить. Просто смотрите. Так как тесто мало, последнее, яйцо большое, очень, и оно выливается. Так как я инженер, я придумываю разные решения. Я беру и делаю пересадку. Хоп. Вот сюда. Вот сюда яйцо пересаживаю. Потому что, потому что здесь лодочка больше, гораздо. Так. А вот сюда? Вот сюда. Сюда. Добавим блок. А, она уже вареная. Да, а нету? Нету. Да ладно. Да, я сейчас вареную. Кстати, вот и вот какое задание тебе хотелось. А где? Все нету. Вообще нету точно? Да, я целый упаковку смотрела. Ну, как так-то. Ну, там. Да, это было бы интересно, когда перекиделось. Блин, блин. Я хотел вам показать. Инженер, ну мы. Сейчас бы сюда раз так. Она точно с вареной уже, да? Да. Ну, как-то вареная положила. Ну, как-то. Отстава, да? Вообще невероятно. Так, штрудель. Ну, оно тут выльется. Ну, ничего страшного. Ну, как он, смотри, ну как он невозможен в принципе. Ну, Рита. И дальше надо было просто сырную лепешку сделать. Вот моя инженерная мысль. Нет, мне это не нравится, надо убирать. Это ерунда какая-то. Давай, переделаем. Давай, это просто сырная лепешка. Давай что-нибудь другое, но точно нет. Давай, говори, что я сделаю. Стоп, стоп, нет, нет. Вот, вот это вот так будет. А здесь просто будет сырная лепешка. Нет, нет, все это тоже. Почему? Мне не нравится, выливается. Нет, нет. Ну что? Нет, 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 мы не будем делать, лишь бы как. Лишь бы как, только не здесь. Давай. Давай, думай, я не знаю. Можно, так сказать, яйца приготовить на гриле, а это у нас будет сырные хачапури. Вот так. Нет, а смотри, вот это то, что сюда пойдет, что с ним будет? Уже, я сейчас его уберу отсюда, и мы с ним что-нибудь. Ну, то есть оно уже вывалилось. Оно будет здесь. Так нет, а вот здесь что с ним будет? Ну, оно запечется, и просто будет такой яичной корочкой. Ну, как ты могла сделать вот такую лодочку и вот такое яйцо просто? Все. Ну, скажи, что вот как? Все, господи. Ну, вот так вот, говори. Я же тебя спросил, что сделать? Ты бы мне просто сказала, цель, я бы тебе подсказал. Будут булочки сырные такие, и все, с рыбой. Это будут пирожки. Ты бы просто сказала, что ты будешь делать, и я бы тебе подсказал. Так, все. Сырные булочки. Невозможно вот в такую штуку засунуть вот такую вот. Ну, как бы порвется, конечно, кто-то пихает, конечно, потом сживает, ну ладно. Так, все, это у нас будет просто сырная такая булочка. Вообще, это как хачапури, потому что я такое тоже в прошлый раз готовила. И еще потом чеснок. Ну, вот такие замечательные котлеты. Вот что-то, кстати, салат непонятно, кстати. Ты такое пробовала, делала когда-нибудь? Нет, первый раз готовил. Мы делаем первый раз. Не-не, ничего страшного вообще не случилось. Просто, что на будущее, что нельзя вот в такую дырочку запихнуть вот такой кулак. То есть, вы поняли, если пихать, то тут как бы порвется. Так, мы добавим еще немного чеснока. И, смотри, первый раз ты в эфире, не в эфире. Вообще, в принципе, хурма. Что там? Хурма, яблоко, помидоры. Сейчас добавим немного красного лука. Будешь пробовать. Помидоры, хурма, яблоко, лук. Так, интересно. Так, добавляем немного чеснока. Не-не, никто ни в коем случае не ругается. Мы на позитиве всегда. Тик. Я просто спросил, что будет вот с этим яйцом, которое вот... Ну, вот корочка. Вот тут вот. Корочка, да? Да. Все нормально тут. Так, добавим сверху чеснок и отправляем это все в духовку. Ну, вот и будем смотреть, что получится. Посмотрим. Посмотрим. Угу. Повар с дипломами. Посмотрим. Так. Красивый повар. Угу. Все, отправляем это все в духовку. И что у нас осталось? Что со штруделем? Что? Со штруделем его тоже в духовку. Сначала вот это приготовится, это буквально 15 минут. А думаешь, если вместе они подерутся? Да я боюсь, что не поместится. Почему? А куда ты его впихнуешь? Не знаю. Убрать вот эту штуку и ниже, да? Вот эту среднюю брать? Да, давай попробуем. Ну, да, почему нет? Не, я предлагаю, я не знаю. В общем, было бы удобнее, да? Когда быстрее будет все приготовить. Ну, конечно. Штрудель еще можно посыпать сверху. Вот все видите, прям вот в прямом эфире фантазируем. Фантазиями занимаемся. Стиквенные семечки. И все, это тоже отправляем в духовку. Отправляем, готовишься? Вот здесь, если бы я не предложил, ты мне сделала? Ну да, тогда бы дольше было все. Так. Давай мне задание, я не могу стоять здесь делать. А давай, почисти припленные яйца. А? Любишь чистить припленные яйца? Вообще не нужно. Тогда я их почищу. Нет, давай другое что-нибудь. Так, а больше нечего. Смурно. Потому что, в принципе, все приготовили. Вот нам осталось почистить яйца. У нас, смотри, у нас лодочки готовы, салатик приготовлен, котлетки готовы. А, ну вот, все практически убрано. В принципе, сейчас я лишнее все уберу, почищу немного яйца. Ну, практически все. То есть у нас осталось. То есть вот это все, в принципе, приготовится там 5 минут, 10 минут. Мы с вами молодцы. То есть осталось буквально убрать на кухне лишнее. Сейчас заправить салатик. А вот с этим скажи, что это такое? Салатик мы сейчас добавим туда красный лук, заправим его немного соевым соусом, перец немного, посыпем сыром и будем пробовать. Не знаю, что получится, что получится. Ты будешь первый пробовать. В смысле? Ты никогда не делала такое? Нет. Ну, как вы думаете, девочки? Курма, яблоко, помидоры, лук. Ну, а ты помнишь курицу с бананом и сыром, а? Ну, это вкусно. Вкусно. А когда первый раз, когда тебя вдала, то есть у тебя был диссонанс, типа как бананы и курица, как бы, да, то есть. Ну, нормально. Ну, конечно. Так, убираем лишнее. Убираем лишнее. Ты хочешь меня убрать? Я что? Ты мне хочешь убрать? Лишнее тут я. Так, убираем все лишнее. И все, мы с вами практически все приготовили. Ну, как все приготовили? Практически все. Так, нам это не пригодилось сегодня. Соль и соус. Так, кухонные весы. Что делать? Скажи, давай я начистое. Как бы все, осталось мне почистить припелиные яйца, добавить рыбу в салат. Ну, хочешь, смотри, вот знаешь, что тебе дам. Давай, что? Красный лук. Его нужно помыть, порезать. Буквально пару долечек вот в этот салат. Давай. Давай. Так. А ты что будешь? А я буду чистить припелиные яйца. Где? А, вот тут стоит. А я где буду? Тут, рядышком со мной. А вот рыба? Вот я рыбку тут вот очистить. Рыбу что будет делать? Я взвешиваю на весах и добавлю в салат. Сама. А ты пусть почисти, порежь лук, вот на. Ладно. Так, сейчас я беру припелиные яйца, чищу их в салатик. Лук там просто... Вот этот ножик. Давай, хорошо, забираем. Мне вообще не важно, какой он. Так, мне нужен какой лук? Вон он там в раковине, у вас полоснуть надо, почистить. И добавить в салат. Смотрите, припелиные яйца мы очищаем от шкурки и будем добавлять в салат. У меня уже прям сахар падает, я уже даже медленно говорю, есть хочу. Да, у меня так же. Я вижу. Ничего страшного. Все, скоро будет готово. Все, скоро будет готово. А ты мне здесь выключай, да, потому что там что-то варилось, то ли яйца, то ли... Так, сколько шум нужно? Буквально пару кружочков вот на салатик, да, то есть что, немного. Вот так, да? Да, да. Да, да, да. Ты уверена, что хурма? Лук. Ты попробуешь в сторисе сниму и скажешь. Давай ты попробуешь. Так, ты сам. Нет, давайте попробуешь. Ты не особо любитель хурма, мне вообще она не нравится. Нормально. Так, хватит или еще? Да можно еще парочка. Там, слушай, на самом деле салаты... Яблоки, хурма. Нет, нет, нет. Это хорошо сочетается. А дальше идут помидоры, лук, может тогда чесночка, перчика, нет? Перчик, перчик добавлен. Серьезно? Какой? А ты думал, сахар заменитель тебя добавлю? Да. Это такой салат. В смысле? Врешь? Да. Ну, в смысле, нет. Это такой салат. Реально... У нее сахар падает, давление падает, я уже чувствую. Ей нужно есть. Ой, боже мой, я испугалась, я думала, что я не включила в духовку. Она включила. Рид, тебе надо это самый сахар поднять. Съешь чай. И тебе съешь. Не, на камеру не е. В смысле, это не красиво. Я отъем. А? Я отъем. Давай, что мне делать? Так, все, я сама порежу, потому что я буду вмешивать на весах, да. Все, ты можешь пока почитать какие-то вопросы. Подожди, ты хочешь сказать, что вот это точно? Вот это прям салат? Сейчас, да, мы сейчас еще добавим то, ассоевый соус. Ты его где-то видел или сама придумала? Я не знаю, конечно, но предполагаю, что гадость редкостная. Ну, как может сочетаться хурма, лук, помидоры и яблоко? Вот ты попробуешь, вот ты попробуешь. Ты ничего не забыла? Может, там ничего не тяжело? Давай, может, ты оливки еще добавим? Я бы добавила. Серьезно? Ну, как будто уже... Да почему бы, нет? А может, все смешать? Слушай, я такой человек, который мне... Что-что? Я говорю, я такой человек, который смешивает сладкое с несладкое. Ну, слушай, хурма, яблоки, лук, помидоры. Раз. Может, ты что-нибудь забыл? Может, что-нибудь подсмотришься в книжке? Нет. Точно? Точно. Ты же потом скажешь, а, точно. Ну, не может такого быть, ну как? Я не знаю. Так, добавляем яйцо. Может, давай еще что-нибудь добавим? У меня просто оливковое масло. Нет, вообще оливковое масло идет. А, все спасет оливковое масло. Я понял, вот в чем дело. Вот, оливковое масло. Так. Что-то, значит, лодочка идет. Нормально сочетается, можно заправить оливковым маслом. Вот, что Рита сказала. Да, спасибо. Хурмы обожаю. Так. Так. Лишнее мы все убираем. Рита перемудрила с салатом. А? Потом скажите, как вам. Обязательно. Обязательно. Так, лодочки у нас там готовятся. Штрудель готовится. Осталось совсем немножко. Я и при вас могу попробовать. Сейчас вот приготовим и могу попробовать. Да, обязательно. Салат будет супер. Ну, ну, как тут. Нет, внешне он красивый. Внешне красивый. Тем более его резал. Вообще-то вот так положил. А, ты достал косточки хух-ку. Нет, я какой-то достал. Какой-то нет. Да, ты же праздник. А ты как их есть хотел. Не знаю, как что удобнее рассказать. Внешне, я не на марафонском меню. Нет, я не на марафонском меню, потому что я готовлю мужской марафон. И если я еще буду на марафонском меню, от меня одни глаза тронутся. Или уши. То есть в этот раз нет. Смотрите, сейчас мы лишнее убираем. Да, ладно, при вас попробую. При вас попробую и скажу, как получилось. Интересно. Первого обладает. Так, ну сначала, давай, дай мне задание, может я все уберу. Давай, то есть помыть надо вот посуду сейчас дособирать. А ты вот отсюда все дособирай. Обязательно. Нет, этим и занимаюсь сейчас. Так. Ну вот убери туда все, я быстро помою. Ты же знаешь, посудомоечная машина под названием Виталий Владимирович очень быстро работает. Да, именно так. Так, секундочку. Как бы еще. И там у нас уже это сахар практически. Так прикольно, вы просто не понимаете. Я-то вижу, у Риты падает сахар. Она уже начинает подтормаживать. Такая прикольная. Уже все, болтать перестал. Так, все. Есть такой салат и очень вкусный, попробуй, не бойся. Ну, наверное, Рита вообще дипломированный повар. Вот, я просто первый раз такое вижу и слышу, если честно. Курма с креветками, салатом Айзберг очень вкусно сочетается. Супер. С кедровыми орешками посыпать. Есть. Нет. Не знаю, кто-то. Да почему, это вообще бомба с кедровыми орехами. Сто процентов, я когда салаты такие еду, просто. Ну ладно, давай. Да, с кедровыми орешками они вообще будут прям, вот именно в этом сочетании сто процентов. Так это я себя слушаю. Виталий, тебе с косточкой, Виталий, пошутить хочу. Оливки. Такая раз, и зубы нет. Боже. Я ваш салат сделаю и попробую, вспомню вас. Во, здорово, интересно. Отлично. Ну, Рита все время что-то придумывает, но как-то, я не знаю. Не, может быть, раз вы говорите, вкусный, ну как бы ладно. Внешне красивый, внешне красивый. Вообще, я бы еще сыра туда добавила. Что за соус в салат добавили? Это горчичный соус. Так, сейчас, секундочку, что-то хотела взять. О, сахар падает, уже не помнит, что хотела. Все, язык пошла показать. Ну, покажи свой язык, покажи, что у тебя там. Подожди, стой, 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 стой. Можешь вставить? Видите, у нее какая-то там кака на языке, да. Какая-то кака? Ну-ка, сейчас покажи. О, на нее там, видите, на языке у нее. Ага. Так, убираем лишнее все. Ребят, кефир оставьте, хочу такой салат сделать. Опоздал он начал. Хорошо, но как бы я свое экспертное мнение по вкусовым качествам не давал. По-моему, это странное впечатание, но я скажу. Так, что мы сейчас будем делать? Так, это что готово? Хачапури. Так, я пока временно сюда положу. А штрудель? Штрудель еще нет, он не настолько быстро, он только еще снизу, тем более, стоял. Штрудель будет чуть дольше готовить. Сочетание несочетаемого, это круто. Добавьте черный перчик. Да, 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 100%. Да ладно, вы сговорились, что ли? Ага. Ну как, ну вы серьезно, что ли? Блин, мне же есть это. Какой-то нам надеваться. Странно получается. Да, уверена, что это все равно будет вкусно. Ну все такое желтенькое, красненькое, прикольно. Ну да, я просто, я могу уверить во вкусе, как бы, да, то есть, но иногда вы понимаете, да, то есть, может что-то сломаться, не получится. Просто если бы я добавила бы в тесто больше муки, чтобы слепить лучше, да, то есть оно бы не было такое нежное, как у меня сейчас. Рит, удобно на языке носить вот это вот? Я не чувствую вообще, ну то есть мне удобно, да. Не доставляет никакого дискомфорта, то есть вообще нравится. Мы нашли, да, куда девать тряпочки. Идеально. Так. Тесто будет нежное. Виталий, вам нравится пирсинг и татуировки на женском теле или приняли решение Маргариты? Ну, 50 на 50. То есть мне вообще не нравится, ну, по крайней мере, раньше не нравилось. Но когда Рита появилась в моей жизни, у нее было очень вот этого... Посмотрите. Железок всяких много. Сырная штука, что тебе не нравится-то? И яичная штука. Ну, я спросил просто, я не говорю, что не нравится. Я вас спросил. Я подверг сомнению, я не говорил, что не нравится. А нечего подверг. Я не говорил, что не нравится, я подверг сомнению. Ну, как бы, то есть, когда вот их отдельно смотрят, ну, я кажется, красиво, да. Мы сейчас еще сверху зеленью красим. Я спросил. Что спросить теперь нельзя? Мне кажется, это будет... Ты что теперь? Российская власть, что ли? Что там вопросов нельзя задавать. И здесь нельзя. Странно, что это не так сильно запекся. А? Почему вот этот не так сильно запекся? Не знаю. Положай обратно. Да. Давай обратно. Давай. Вот это, да. Сто процентов. Запекалось. Мы сейчас сверху украсим еще зеленью, рядом получим котлетки. Вот, если бы вы не знали, у Риты много татуировок, а еще больше. У нее всякой фига не было. На лице, на теле железок вставлено. Вот. И у нее даже на сосках были, представляете? Но я боролся-боролся, и пару лет назад этих железок нам не стало. Путем уговоров, конечно. Но долго были. Да. Потому что это больно. Что мы сейчас делаем? Рит, а ты вот когда делала, на сосках прокалывала. Ну, когда прокалывала, понятно. Вот носить, это же больно. Ты сейчас зацеплялась, тебе было больно. Да, но это типа индивидуально. Я когда увидел, я офигел. Думаю, ничего себе такая. Так. А торма такая. Думаю, нифига так не скажешь. Думаю, надо брать. Вот. Так. Дарья, скажи, пожалуйста, температуру можете тренироваться? Пропустил, сильный тренировок поменять? Нет, нельзя. Только если температура не выше 37,2. Ну, я занимался даже, когда мне было 30 минут. Но с меня блин, нам прям прикинь. Держать надо? Да ладно. 4 минуты. 4 минут до 12. Сколько нам ехали? В смысле нам? А, во сколько нам? В час. Прямо сейчас выходить надо? В час ехать? Ну, да. 50 минут. 55 минут. Блин, все, круш, так дома. Тогда ты езжай. Да ладно. А я останусь. Все. Ну, как-то. Как красиво. Смотрите, вот я был неправ. Вот посмотрите. Я был неправ. Посмотрите, какая красота. Я про ритм. Какая она красивая. Вообще. Посмотрите, вот, знаете, как круто. Главный, конечно, результат, мне кажется. Согласен, да. В процессе не все может быть так глядька. Но ничего страшного. Нет, Рита меня питается по меню. Так. Ну что? Вот это готов салат? А нет. Слушай, мы туда перец не добавили. Я хочу прям попробовать, чтобы все увидели, насколько. Как это вообще. Ой, он же меня тут. Узбекистану привет. Узбекистан, это который дневник хача, который женился на внучке первого президента, да? Она, там, как бы, очень-очень богатая миллионберша. Я вместо оливкового масла добавлю соус. Аузбекистан, бедная сторона, но зато у вас, видите, внуки, очень богатые миллионберши. Мы забыли еще кедрово-орешки положить. Я вообще обожаю, а, вот еще салатик добавлю. Я вообще обожаю салата, когда есть какие-то орешки, да, то есть какие-то семечки. Алина, как поешь, у тебя сахар упал, как ты поешь? Я сейчас пока вызываю, я поем выясненько. Тебе прям сейчас надо какой-то поешь, выходить уже нужно. Ты с собой возьми, господи, я уже тем более ела, все. Слушай, ну, выглядит очень красиво, выглядит прям шикарно, если честно. Беру свои слова назад. Отлично. Беру свои слова назад. Беру свои слова назад. Все-таки Рита Повар профессионал, дипломированный и по призванию. Так, у меня вот есть такие семечки. Вот это можно есть, да? Я прям хочу попробовать. Добавим. Так, дай мне билучку. Так, сюда тоже семечки добавим. Ну что, попробуй. Немножко. Отлично. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Все. Ммм. Это очень необычно. Да. Ммм. Хурма, яблоко, помидор, лук. Это настолько необычно и вкусно. Я не понял, как? Без лука вообще бы было не то. Без лука это просто было бы фруктовое сочетание микронутриентов и минералов. Нереально все вместе. Я подумал, ты просто посмотрела мои записи. Ну, я там все рассчитываю. Я думала, она посмотрела минералы все, микронутриенты, и она этого запихнула. Думаю, ну как бы, это реально вкусно. Ммм, красотка. Так, ну что, все, тогда мы побежали. Я тогда пошла. Вот туда будильник. У вас. Будильник. Какие-то мы сегодня с тобой немного долгие, но ничего страшного. Главное, мы все успеем. Посмотрю, сколько ехать. Рит, я тебе говорю, выезжаешь и там каждую минуту растет. Ну, я поняла. Я просто все уже тогда буду. Я уже отменить не смогу физически, ты понимаешь. Узбекистан сейчас очень развивается. Это, наверное, после того, как бывшая внучка с дочкой и со всей семьей уехали оттуда, когда завели уголовные дела, там, да, вот эти миллиардные растраты, и стал сразу развиваться Узбекистан. Меньше стали. Все, Виталик, я тогда... Да? Все, ну что? Все? Вызывай такси. Да. Все. Давай, говори, всем пока. Всем пока, девочки. Спасибо большое за то, что вы были с нами, за вашу поддержку, за то, что нам всегда помогаете. Спасибо еще раз. Пока.